Три человека сделали чучело. Ну чучело как чучело, ну как страшило из волшебника страны Оз, или как пугало из кучи одноименных ужастиков. Я ужас летящий на крыльях ночи. И вот они это чучело потащили в центр города Перим по месту проживания и установили его в центре города Перим. Никому вроде чучело не мешало еще. Он намасливается, мы любим чучела сжигать. Правда, это в ноябре было, задолго до начала сезона. Мимо шел доблестный полицейский и испытал при виде чучела сильнейший стресс, шок, повышение давления и потоотделения, о чем написал рапорт. Парня до сих пор трясет, может инвалидность пора оформлять. Двух человек, которые имели дело с чучелом, посадили вот в этом вот августе, после почти двух лет разбирательств. Третьего, правда, оправдали. Но дали, между прочим, два года колонии за чучело по статье хулиганство. Два года лагерей запугало. Имейте в виду, если вздумаете на огороде ставить. Статья 213 УК, часть 2. Хулиганство по предварительному сговору. Ай да, маленькая деталь. Чучело было подписано. Надпись гласила «Лжец, военный преступник, пыня». Да кто такой пыня? И почему чучело нельзя назвать пыней? Одно чучело назвали страшилой и ничего, другое чучело назвали пыней и два года лагерей. Алло, гараж, вы там в суде, хоть объясните нам, кто такой пыня? И почему так нельзя называть чучело или домашнюю ручную крысу или жабку в живом уголке? Что не так с этими четырьмя буквами? Мне не нравится такая акция с чучелом по имени пыня, но я безродный постмодернист, но нельзя за такое давать два года. Если за пыню два года давать, то за постмодернизм я боюсь не меньше пятерки. Свободу чучельникам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова